Ансамбль Станка Паунович хорошо известен в Сербии. Танцевальный коллектив не раз участвовал в всевозможных фестивалях народного творчества, имеет многочисленные призы и награды. Он известен с 1948 года. В настоящее время объединяет около 500 человек, имеет свой оркестр, мастерскую по пошиву национальных костюмов. Коллектив молодой, участники в основном студенты вузов. В наш город ансамбль привез национальные песни и танцы, которых в Сербии очень много, так как почти каждая деревня имеет свои традиции. В программе представлены народные мелодии из районов Центральной Сербии, песни сербского народа, проживающего в Боснии, танец из юго-восточной части Сербии. В каждой композиции что-то свое, неповторимое. Мы хранили очень старые народные танцы, старые костюмы и старые песни. Программа это будет ревия старых костюмов, танцев и песен из Сербии и областей бывших югославских республик, в которых живет сербский народ. Участники коллектива Станка Паунович впервые в России. Наша страна им очень понравилась. Помените, что свидали русские игры, по-гласному девушке, которые все грациозные, и русская как земля. Мне особенно понравились русские танцы, и можно сказать, что русские девушки очень грациозные, и ей очень понравились русские костюмы. На концерт собрался полный зал. У зрителей была уникальная возможность сравнить русскую и сербскую культуры, так как в концерте также принимали участие ковровские коллективы народного творчества. Ярмарка у околицы, образцовый театр моды стиль, хореографический ансамбль «Настасия» и цирковой коллектив «Арен». У сербов и русских общие славянские корни, поэтому и культура наших стран во многом похожа. Надеюсь, что и в скорое время коллективы из России будут гостями в Сербии, и что сербскому народу покажут, как выглядит русская традициональная культура. Это одно желание сохранить самобытные традиции и обряды, и пристили рисунок своих танцев и песен, народные мотивы других стран. Артисты подверных коллективов уверены, что для настоящего искусства нет языковых барьеров. Народные танцы стирают границы.